День добрый, Игнатий Тихонович. Добрый день. Рассказывайте, кто вы, откуда? Мы с набежных Чулнов. Мы с вами как-то общались, Игнатий Тихонович. А когда, где, о чем? Недели, наверное, три назад у нас там, это, вы его назвали внезапный всевопросник или как? Помните? Да. Черный экран почему-то, там видео не получилось. Не черный экран? С моей стороны. Да-да, с моей стороны. Ну, какое освещение, такой экран. Моя светлая у меня идет? Ну, может быть. У меня везде горят. Как у вас самочувствие, Игнатий Тихонович? Так я думаю, что не на медицинском, а смотрит ему. Нет, в общем, в общем. Ну, я вообще от рулетки много тут побыл в последнее время. Я каждому показываю. Говорю, а вам эта книга известна? А что это Библия? Я говорю, если кто по ней живет, у него всегда прекрасное настроение и хорошее здоровье. Слава Богу. Ответ у Бога. Это он дает. Сегодня у нас седьмое число, а десятого, через три дня, мне будет 80 лет. Я ни одной таблетки не съел, еще за всю жизнь. Ни одного мата не сказал, как жизнь идет. Каждый день встаем мы в 4.40, но я встаю в 3 часа примерно. Сегодня проспал, в 3.20 встал. Большая почта, надо разобрать. Издавая книги, на сегодняшний день я провел за компьютером примерно 50 тысяч часов. И я вас вижу, вы в зеленой куртке. То есть, судя по всему, я должен был уже ходить ощупью. Тем более, глаз поврежденный был, и 3 года он меня беспокоит. Попала инфекция, я зажимаю этот глаз, и вас вижу. Что я могу сказать? Роптать на Бога? Нет, конечно. Во всех отношениях, тем более, у меня три голубятни. Голубятни. Вот кто-то заходит, еще ни одного не встретилось. Только из Германии одни на меня высшие голубятники. А у нас большая газета, алтайская, губернская, на Алтай. Алтайская правда. И большая статья на развороте была. У злого человека голуби не водятся. У злого человека голуби не живут. Ни одно животное, ни одна птица не определяет характер человека, как голубь. А у меня три голубятни. Да еще в доме коробка, в которой каждый день выпускал их зимой на прогулку сюда. И два выводка сделали. Голуби. Этот Кошариков говорил, слоны и коты, что тут сравнивать-то? Вы помните собачье сердце Михаила Булгакова? Когда его в театр повели, только веди себя смирно. А он на котах-то раздерился, слонов смотреть или котов. Ясное дело. Так что, вот если курица куда щит, она вам надоест уже через полчаса. Если гуси гогощит, через час. А голуби воркуют круглосуточно, и как будто какая музыка идет. Бальзам на душу. Единственная птица, которую увези как-нибудь далеко, и она в этот же день тебе прилетит назад. Почтовый голубь. Ни почтового скворца нету, ни дятла. Никто не полетит. Все разлетятся по разным сторонам. А вот рекорд поставила. Продали голубку одну в Японию, из Москвы, и она прилетела самостоятельно. Это сколько же у нее опасностей было. Над морем. Она где-то, значит, отдыхала на корабле. Вот какое дело. Голубь. А люди не держат. Начинают что-то упрекать. Я говорю, у меня доказательства. Голуби. А у вас нет доказательств. Поэтому вы злые люди. А ты, которые нападают, я им отвечаю. Кстати, вопрос сразу подошел, приблизился. Как примиряться с недругами и как к ним относиться, Игнатий Тихонович? Ну как, Господь сказал, так, говорит, любите врагов ваших. Все, на этом кончилось. А если не получается? Не получается, снимай с себя кресло и иди гуляй сколько надо. Имей четыре жены по-мусульмански, там можно голову резать. Вопрос, не получается, не подходит. Короткий ответ. Нужно пережить два момента. Первое, главное, самое наглавное. Не то, что семь смертных грехов. Первое, третья глава Евангелия Тиана. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Родится свыше. А у православных вообще даже не слышали. Родится свыше. А второе, Римлянам 8-9. О чем Серафим Царовский говорит? Стижание Духа Святого. Кто Духа Христова не имеет, тот не Его, не Божий. Но я же хожу, причащаюсь. Я уже стал патриархом. Кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Кто бы ты ни был, Папа Римский, и ты должен быть движимый Духом Божьим. Вот сейчас в каждой епархии везде открыты миссионерские отделы. Это такая чушь Иисусветная. Такая ложь. Даже доказывать не надо. А почему? Можно певчески организовать курсы. Можно отделы. Проповеднические можно. Миссионерские не создаются. А почему? Это удел Божий. Миссионерских отделов нет, начальников. Там только Дух Святой руководит. Они этого не понимают. Ни патриарх не понимает, ни епископ, и никто не понимает. А я докажу в течение пяти минут. А как? Христос избрал двенадцать апостолов. Да, собрал. А как послал когда? По двое. Какой отдел? Двое. Потом еще избирать семьи святых. Послал их по двое. Что непонятно. Павел идет, берет с собой Варнаву. А когда там не получилось, Варнава взял Марка, а он взял силу. Опять по двое разошлись. Кирилл в Японии приходит к нам. Сколько? Однорусцы. Двое. Моисей и Арон вышли. Двое. Они слепцы. Они ничего не понимают. И миссионер, он ничего не знает, кроме Бога. Вот апостол Павел говорит, мы предприняли идти в миссию. Но дух не допустил. Руководитель сказал, не пойдете. Тогда мы решили пойти в такое, как это, мидию. Я к примеру говорю. И опять дух сказал, не пойдете. Все решили отдыхать. И вдруг ночью видение. Он видит мужа, македонянина. То ли он смуглый был. Югослав. И говорит, приди к нам и помоги нам. И мы заключили, что дух святой побуждает нас прийти в Югославию. И они пошли туда. Дух святой руководит, куда пойти. Что сказать? Они не понимают этого. Я могу об этом говорить, я 56 лет работаю на этом должности. А они отделы, расписываются. Как сейчас пишет доктор богословия Московской Патриархии Павел Бачков. Доктор. Это высшая степень. И обо мне там говорят разные отзывы. Но тысячи людей, которые пришли в Московскую Патриархию, через Игнатия Лапкина, куда вы их денете? В тюрьме. Следователь обратился, покаялся. Начальник тюрьмы вызывал, беседовали, умер по-христиански. Сколько преступников там закончили свою жизнь греховную и стали на ноги. Жизнь полностью меняется. А как? У меня нет никакого гуманитарного образования. Я на себя не надеюсь. У меня вообще ничего нет. Я вот только единственное знаю оружие. Вот оно. Непобедимое, божественное. Сила честна, грешно творящего креста Господня. Не остави нас грешных, уповающих на тебя. Вот. Три святое, сто поклонов. Один. И вот так вот. Не меньше семи раз в день. А почему? 118-й псалом, 164-й стих. Гласит. Семикратно в день. Прославляю тебя за суды правды твоей. За то, что самолет упал. За то, что Майдан в Украине. За суды. Господи, прославляю тебя, что Гитлер родился. Слава тебе, Господи. Что Сталин пришел. Что сотни и миллионы уничтожил. Благодарю тебе, Господи. А вот как тут благодарить? А Бог повелевает за суды. Это суды Божьи идут по земле. Я могу на практике доказать это. На деле. У меня такое дело. Меня арестовывает не просто МГБ, местное КГБ, по санкции Московского КГБ, МГБ. Понимаешь, что они тут тряслись выполнить, потому что это власть, большая власть. И что они посадили? Они делают все, потому что сверху скажут в этом направлении. Отсюда пошли сведения, что есть такие люди, ИПХ, истинно православные христиане, подпольные, тихоновцы. Они не признают советскую власть, они не работают на огородах у себя. И паспортов нету, и дети в школу не идут. Ну и пробовали, пробовали. Священники были, пытались, ни одного человека не приходят. Ко мне приезжает один человек из них. И он обратился. За них обеспокоились, они в Тамбове центр был. Еще двоих прислали, и эти остались. Они тогда приехали, человек 15. И эти все обратились. И все до одного, 32 человека стали, получили паспорта, дети пошли в школу. Да КГБ тут заволновались, а там, где большие деревни, там, где Абаза, в Красноярском, чтобы меня туда забросить к ним. Чтобы они тоже совпали интересы государства и церкви. Они ни от Бога не отреклись, ничего. Это ревностное. Я говорю, нет, вы меня дорогой столкнете. Да вы что, Игнать Тихонович? Я говорю, я вам не верю. Вот это, обратил не я, а Бог. К нему надо обращаться. Я никаких секретов не знаю. А тут молву пустили, что я там 20 лет в Египте учился. Учился у этих, у индусов. Прошел все курсы экстрасенсов. Это в университете мне записку дают. А я преподаю одновременно в пяти университетах. В тринадцати школах. В пяти отделах милиции, в городском и краевом УВД, во всех воинских частях, заводах и фабриках. Одновременно. И три радиопрограммы. И одна онлайн, непосредственно, прямо в эфир говорю, отмечаю. Это невозможно, все понимают, это невозможно. А Бог сделал. Он как раз берет такой сосуд, который в себе ничего не имеет. Вот мне сейчас сказали бы, вот здесь 5 кубометров долларов. Для меня это разницы никакой нету. А вы бы нашли место, нашел. И нашел, и никто бы не сказал, что неправильно. Вот говорят, вот если бы вас избрали патриархом, вы могли бы дело поправить? Церковь-то никакого авторитета не имеет. При зрении одно, патриарх, виллы, щасы там по 300 тысяч. Могли бы что-то сделать? Да откуда же я знаю? Ну я знаю, программа у меня есть. А какая? Очень простая. Вот если бы президентом был, я первым делом дознал бы приказ все эти лежащие полицейские на дорогу срубить. За счет того, кто их положил. Сколько людей повреждено, сколько машин угрохали. Ну, вот так вот, переворот, идут когда где-то. А патриарху, ну, первый указ издал бы прекратить строительство храмов. Никаких Екатеринбургов не было бы. Часовен. И рассчитать все, где брали деньги. Церковь не может быть должницей. Еще, я приказал, я издал указ, я патриарх, слушайте меня. И второе, тысячи училищ открываю в один день. Так у нас только учтили нет. А я уже договорился. К тем людям пошел, которые знают Христа, любят Библию. А православие, чтобы не трогали. Согласны? Они говорят, согласны. Все, открываю. Все бы изменилось в течение одного года. Вся температура. И власти было другие, и президент другой. Все бы было другое. Не другой, а он внутренне изменился бы. Он увидел, здесь не крохоборы живут. Игнатий Тихонович, извините. Вопрос такой. Духовный рост. Где предел, а где начало? Начало с нуля и предел в небе. Будьте подобны, будьте святы, как я свят, говорит Господь Бог. То есть недостижимость и должен это осознавать. Помышляете о горнем, а не о земном. Ежедневно. Ежесчастно. А какой предел? То есть не выполним. Не так, что я выполнил, все. Все, я достиг и сел. Нет. Господь ставит планку недостижимую. Она скрывается где-то в галактиках. Поэтому стремиться я должен, уподобляясь Богу и святым апостолам. А с нуля я пришел, я грешник. Я никто, любой придет. А я был такой-то, такой-то. Перечисляй грехи. Господь говорит, какой есть. Сознайся. Признай, что Иисус умер за тебя, и твой грех он понес на себе. И кровь его омывает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна 1,7. Вот в этом все. А православие все, вот чаши, кровь. Чаши на Голгофе. А это уже мистика. Оно необходимо, действительно, реально. Но не этим спасаемся. Для оставления грехов нигде нет, что при счастье грехи оставляет. Нет этого. Это придумали. Оно жизнь дает. Кто не будет есть, не будет иметь в себе жизни. Ну, 6 глава, 34 стих. Игнатий Тихонович, по поводу греха. Как исповедовать грех? Возненавидеть его. Исповедовать. Вот я пришел на исповедь. Ну, еще я. Я один и тот же, в той же паре. У меня... Ну, ничего нет. Я не блудил, не воровал. Но я грешен в духовном плане за всякое дело. Это пример Ава Агафон. Братья решили его проверить. А он с юности монахом был. Ну, говорит, давайте его испытаем. Ава, вот мы узнали, что ты убийца. И он заплакал. Братья, это Бог вам открыл. Так и было. Они говорят, ты смотри, сознался. Надо же. Они нарочно это делают. Потом они вот пришли, братья, говорят. Тут пришли соседи, давно знающие вашу деревню. И говорят, ты блудник был там, с красавицей. Он заплакал. Говорит, и это Бог открыл. Что же делать-то с ним? Они там еще придумали одно. Занимался еще радейством. Он говорит, и это было. И плачет. Тогда братья решили, последний козырь. Придем и скажем, теперь мы знаем, что ты еретик. Пришли и говорят, а, говорят, ты еретик. Он вытер все. Я никогда. Ну, теперь поясни, почему ты там согласился с такими грехами, в которых ты невиновен. Мы знаем, ты и женщин-то не видал. Не видал, а во сне видал. И я тоже пожелал. И вот это есть, что говорит вожделение в сердце. Смотрящий на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Я виновен. А убийца? А убийца как? Я однажды огневался на брата. Ненавидящий брат, а есть человека-убийца. Уже кровь капает с рук. Я уже зарезал его. У Бога другая шкала. Я виновен. А еретик? Там немощь природы. А здесь я добровольно отрекся от святой православной церкви и пристал к еретикам. Да помилует меня Господь. Ни одной минуты еретиком не был. И братья как многому научились. Я прихожу на исповедь. Ну, что я буду наговаривать на себя там? Что делал? Я виновен во всем. Ни одной заповеди, чтобы я ее не нарушил. Я знаю в чем именно. Прости, Господи. Священник не католик. Он не будет выявлять, в каком месте было, с кем, какая. Он понимает, что речь идет о духовном плане. Я радостно подхожу к чаше, благодарю Бога и причащаюсь. Никогда о себе не мысли. Вот за последние 8 месяцев, которые я в Барнауле нахожусь, мне пришлось заблокировать больше 9 тысяч человек. Заблокировать. В черный список занести. Кошка проголодалась. Я хвост мелькнул туда. Очень хороший. Так. Понятно? И мы должны рассматривать все во свете Святой Библии. А как она? Она покажет, кто ты такой. С чем дышишь. Начинаешь считать. Ну вот, да. Игнать Тихонович, мы вот живем в суете, в городской. И, ну, нелегко. Вот как смиряться и что делать? Я вопрос даже не понимаю. Ну вот, слушайте. Как бы в этой суете неохота жить. И что делать? Однажды присутствовал на большом собрании у мусульман. Как теперь помнится, там, может, и имамы были, это по-нашему, и епископы. Мулы, это священники. Хотя они не священники. Я задал вопрос. Я говорю, до брачной ночи, какой процент у вас сохраняется девственность? Они меня даже не поняли. Как какой? А как же это до брака может быть? А у нас уже ее в шестом классе на вторую букву алфа это можно называть. Вот и все. Это ответ, что ли, Игнатий Тихонович? Конечно. Это означает, что сто процентов сохраняют. Они суровые воины. Я рассказываю один случай, в газете прочитал. Он какой-то бизнесмен, и у него сын и дочка. Я не знаю, сколько, но конкретно тут. И чем-то она, Иша, не угодила этому братишке-то. И за столом, когда сидели, он говорит там, папа, а Иша тут с одним мужчиной целовалась. Как целовалась? Так было? Папа, да это у нас концерт ставился. Он только прислонился ко мне, и... Это концерт был, это нет. Я его и знать не знаю. Я спрашиваю, целовал или нет. Вам слышно меня? Да, да, да. Он за столом застрелил. Это вообразить невозможно. Как они заботятся о них. И она невиновная, но подозрение пало. Все, она уже не его. Вот, она не надевает хиджаб. Вот у нас, вы видели, у нас как одеты люди? В храме, видели, как одеты? Угу. Лотки, двое. Да, да, конечно. Лотки, да, это... И у них точно так же. Но бывают они там где-то в Европе уже так. И не надевают хиджаб. Он выходит и выступает. Надень хиджаб. Выходит шейх. По-нашему, вот как у них большой начальник в виде губернатора. Надень, сестра, хиджаб. Ты, мусульманка, надень хиджаб. Купи завтра же специальный платок. Надевай там, остается только. Бывает еще и пара ржа на глаза. А у нас она век никому не нужна. Платье, не платье. Ходят полуголые. Спрашивать нечего. По городу. В Дубаи. Приехали в Дубаи. Это одна из самых богатых нефтяных стран. Мусульмане. Ну, и они на пляже купаются и приходят. Там магазин. И сразу пошли жалобы. Почему мы должны смотреть на голых женщин? Мужчины. Все. И сдали указ. Все. На пляже как хотите. А если в магазин заходить, чтобы были одеты как положено. А они не только издают закон. Они их выполняют. А это у нас в неположенном месте. Кто распивает пиво там, то другое. Штрап. Ни одного штрапа нет. Милиционер стоит с ними и вместе выпивает. А у них не так. Вот в Янь-Тьенг, это бывшая Бирма. Он полицейский. У него палка. И на палке у него метка. Он подходит к ней. Раз поставил рядом. И видит, платье у ней выше на 2 сантиметра. 2 сантиметра. 3 пальца. И он говорит, у вас платье выше. Вы нарушили общий порядок. Как я нарушила? Да я же замерил сейчас. Вы должны были позаботиться об этом. Итак, полицейский участок. 40 ударов палкой на площади. И выдворитель страны. Они работают. Я однажды читал такое. Ниерландский корабль зашел в порт Джигда. Джигда. Там, на юге. Ну и когда встречает лоцманский катерок провести там, где, чтобы на рифы не сели-то. И говорит, у вас все в порядке? Да все нормально так. Можно посмотреть там как? Ну зашли, а там буфет. А в буфете вино. И буфет не закрыт, не опломбирован. Он говорит, как же так? Да как же? Он капитан. Не запломбировал-то так? Это никуда не годится. А составим акт. Составили акт. Корабль только пристал. Капитана с корабля вызвали. Так было, как написано. Вы расписались. Да так, вы арестованы. На два с половиной года. Заплатить 70 тысяч долларов. И каждые полгода тебя на площади будут бить по 40 ударов. Вот как они исполняют. Так я думаю, когда они его отпустили, он по ней пешком убежал. И разговаривать никто не будет. В Афганистане умер. Подожди, что-то борода маленькая. Должна быть не меньше 6 сантиметров. Померили. А там 4. И мертвому дали 40 ударов. Мертвому. А живой смотрел и думал. За бороду. За бороду. Не должной длины. Они другие, чем мы. Это другой менталитет. Советский как-то там был. Мы приехали врачи гуманитарной помощи. Я не знаю, из ООН или где. И вон сидит, а у него раненое плечо. Видно, загноилось уже. Пулевое. Он зашел маленько, пойдя, вышел. А почему? А я не стал лечиться. А почему? Так я же сидел, сколько ждал. Я думал, там мужчина, а там женщина. Да тебе-то какая разница? Мне очень больно. Я могу заморщиться. И женщина что обо мне подумает? Да у нас даже мысль такая не придет, что женщина о нем подумает. И он не стал даже лечиться. Вышел, ждать буду, когда хирург идет, мужчина. А мы начинаем кащив рыжиться. Они там чурки, они-то не понимают. Но все же разные, Игнатий Тихонович. Ну, я и говорю разные. По духу разные. У нас одного такого нет. Вот так, чтобы о чем я говорю. Все люди по духу разные. У каждого свои тараканы в голове. А тараканов нет. Мы же всех не можем исправить. Так ведь, Игнатий Тихонович? Я говорю, это не тараканы. Они живут этим. Они живут. У них не положено есть свинину. Ни один не съест. А у нас хоть что сожрут. Пост, не пост. Ты его под страхом расстрела не заставишь свинину в рот взять. Они верят. И они пять раз в день становятся на молитву, на масс. На масс. А у нас в одном месте собрать мужчин 20 человек не соберешь. Они в Москве вышли. Вот Курбан Байрам был. И говорят, их было 200 тысяч. Не 200 тысяч, а миллион 200 тысяч. И все одновременно склонились. По улицам пройти нельзя было вплотную к стенам. В Москве. Они работают. А у нас, папы, ничего не хотят делать. Кадилам говорят. Лишь бы кадила в руках ходила. Так. Вопросы есть, Саш? Нет. Игнатий Тихонович, вот такой еще вопрос. У нас на иконах изображен Пантелеймон. Георгий Победоносец. Да. Маленький друг о нас. Они же безбородые, да? Безбородые. Пантелеймон 14 лет. Пантелеймон 14 лет. Какая у него борода? Потрак. Потрак, да? Он учится в учебнище медицинском. Ага. А Георгий... Да, у 14-летнего. Ага. Георгий Победоносец. Георгий Победоносец в гвардии императора Диоклетиана. Язычник. И с него и спрашивать нечего. Он язычник. А когда обратился к Богу, голову уже отрубают. И кровью своей омывается. С него и спрашивать нечего. Он язычник. Разбойник рядом с Христом был. Какая у него борода? Он разбойник. Но Господь сегодня же будешь со мной в раю, когда он умирает. Он ничего не слышал ни про бороду, ни про... Он знал только грабить. А мы так к этим прислоняемся. А ты переживи, что он пережил. Взойди на ту ступень. И увидишь, что мы умышленно натягиваем это. Я смотрю. Вот я разговариваю с вами, а тут сведения выбрасывают. Ну вот так. Если мы желаем спастись, надо не дурковать. А по-серьезному. Потому что Господь говорит нам через апостола Павла. Многие бегут на ресталище. То есть на стадионе. Но один получает награду. Один. Итак, бегите, чтобы получить. Не просто так. Я верующий. Нет. Ты должен подвиг совершить. А тут разные причины. Вот у меня работа такая. Скользящий график. А я говорю, а куда он скользит? В преисподнюю. Зачем такая работа? Если хоть один человек не поддался этому искушению. Да и где-то работает. В кочегарке работает. У него никогда этого не будет. Вот пример. Я в Новосибирске. Мы работаем. И все. На заводе там. И пропускная система. И вдруг нам говорят. Принести фотографии другого размера. Большого. Я ничего еще не догадываюсь. А потом. Когда сделали. Я захожу и спрашиваю. А почему все-таки такие большие фотографии на пропусках? Они говорят. Это же военный завод. Как военный? Ну. Военный завод. Тут будут самолетостроения. Военные самолеты выпускаются. Это расширенное предприятие. Эй. Не пойдет. Я топор, ножовку взял и пошел на выход. А там то ли предупредили, то ли еще. А он еще не разобрался. Охранник меня в сторону. Стой здесь. Сейчас придут. Разберутся. Видели, что ты с бутылкой зашел сюда. Я говорю. Я в рот не беру. На тобой весь завод будет смерть. Да вы что? Он и идет отсюда. То есть мы строить должны фундаменты, станки становить. Я не оружие кую. Но я участвую в этом. Я сразу ушел. И не стал скрываться. А что сделаешь? Я ушел. И на этом все. Не надо лукавить. Христос пришел и умер за нас. А мы начинаем торговаться. Бога нельзя любить 99%. Он говорит всем умом, всей душой, всей крепостью, всем разумением твоим. Четыре раза слово всем. Всем это сто процентов. На меньшее Христос не согласен. Он умер и всю кровь пролил за нас. Кровь пролил страданием на кресте. Меня он искупил. И я в это верю. Дай Бог. Игнатий Тихонович, спаси Бог. Всего доброго. Всего хорошего. Спаси Христос. Спаси Христос. До встречи. Так, я уезжаю сейчас. Только до 5 февраля приеду. По скайпу уже. Вы у меня последний может быть. Благополучия вам. Слава Богу. Слава Богу. Вот сейчас за полтора часа вы третий уже пришли человек. А он четвертый у двери стоит, я вижу. Ну открывайте двери. Игнатий. Господь да будет с вами. Вы на наших ресурсах найдете очень много. Я вам сейчас скину все у нас есть. Скайп. Скайп Игнатий Лапкин. Вы меня сразу найдете. Богу слава. Благодарим. Всего доброго. Отключайтесь. Продолжение следует...